Вас не удивляет, почему находясь примерно в одинаковых условиях, питаясь одними и теми же продуктами питания, мужчина ходит на работу, а женщина как на работу ходит по больницам, по поликлиникам, по врачам, меня лично не удивляет. Я понимаю, что метаболический мозг в организме человека печень у женщин работает слабее, чем у мужчин от 2 до 50 раз, если печень не обеспечивает обмен веществ в органах и тканях, там имеют право появляться различные заболевания. К сожалению, многие считают, что проблема печени это когда болит в правом подреберье, но во-первых, если там появляется острая боль, это дискинезия желчного, таким образом реагирует, об этом я скажу чуть позже, если там появляется чувство инородного тела, тяжесть, камень, это говорит о том, что нарушена работа печени, но вы знаете, это поздний признак нарушения работы печени. Когда такие симптомы появились, как правило, печень увеличена по поводу жирового гепатоза, или вы были неосторожны в плане паразитов различных, развился, допустим, ехидный кокос в печени, тоже натягивается капсула, тоже появляется боль. Или у вас, вы не знали, как обеспечить работу сердечно-суистой системы, появились застойные явления и кардиогенный фактически сирроз печени развивается. Это немалые признаки. Если у вас появилась боль в правом подреберье, вы уже очень серьезно опаздываете. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете малые признаки нарушения работы печени. То есть, когда печень как бы не болит, но я понимаю, что обмен веществ уже нарушен, и вы должны это знать, чтобы, знаете, предупрежден, вооружен. Также вы узнаете, почему важно знать условия оптимальной работы печени. Ну и что делать, чтобы обеспечить ее оптимальную работу. Итак, малые признаки. Основной, один из частых признаков, это угревая сыпь. Почему именно угревая сыпь? Да все очень просто. От жирорастворимых токсинов, ваш организм очищается только двумя системами. Это либо печень с желчью, либо через сальные железы, путем секреции кожного сала. Вопрос в том, что разница в мощности этих систем очень существенна. Если печень очищает примерно 70% крови, 70% токсинов может вывести, то через кожу, через потовые и сальные железы идет всего 5%. То есть, очень малая толика токсических веществ способна идти через сальную железу. И как вы понимаете, если печень выполняет свои функции полноценно, то есть 70% своих токсинов она выводит, все прекрасно, кожа чистая. Если печень не способна выводить не 70%, а допустим 60%, вроде как немного. Но для сальных желез уже не 5, а 15. Вот тут уже чрезмерная нагрузка, они перегружаются фактически обменными шлаками, забивается железа, появляется воспалительный процесс и вы видите проблему. Поэтому угревая сыпь очень серьезная проблема. Сегодня у вас угревая сыпь, а лет через 10-15 сможет уже идти к онкологу, проверяться не остались ли канцерогены где-то в клетках. Еще один признак такой нарушения работы печени, это традиционная ВСД. Почему она у женщин, понимаете? Потому что у женщин именно женская печень. И когда кровь более густая, то есть печень не успевает после нагрузки кровь возвращать в исходное состояние, густая кровь циркулирует по сосудам, сердце выдерживает, значит будет ВСД по гипертоническому типу, сердцу тяжело будет ВСД по кардиальному типу, сердце слабое, ВСД по гипертоническому типу, то есть падает давление 90 на 60, 100 на 70, это очень опасная ситуация для сердца. И вы должны это прекрасно понимать. Что еще может быть? Могут быть нарушения пигментного обмена. Да. То есть если печень не выводит канцерогены, они могут накапливаться в той же коже, они могут там не проходить. И появляются старческие пигментные пятна, их называют по-другому, они предвестники онкологии. То есть они очень жестко показывают эту ситуацию. Но вы знаете, кожа может быть и голодной. Когда кожа не может вырабатывать нужное количество меланина, появляется витериго, появляются белые пятна. Вроде как, ну, заболевание не опасное. А вы же понимаете, что в организме дефицит. Ваш организм находится в состоянии дистрофии, фактически. Потому что кожа показывает, что все в организме до нее не доходит. Вот когда к коже доходит больше токсических веществ, и токсины, выделяясь из организма, связываются с клетками кожи, возникает аутоиммунный процесс под названием псориаз. И псориаз лечится легко и просто, но не местно мазями, маскируя проблему. Так, это бесконечное лечение псориаза. Больше того, очень опасное, потому что токсин, не имея возможности уйти, бьет рикошетом по внутренним органам. И развиваются внекожные проявления псориаза. А бьют любые органы, начиная с опорно-двигательного аппарата. Очень серьезная ситуация. Ну, одно из кожных заболеваний просто вот показывает связь, фактически, системы с нервной системой. Я чуть попозже о нервной системе расскажу, как она участвует в работе печени. Нейродермит развивается, да? Но почему он возникает? Потому что в состоянии стресса блокируется работа и печени, и почек. Токсины не выделяются основными системами. Выделяешь через кожу, кожа воспаляется. И связь со стрессом, она легка и понятна. Но вопрос в чем? Нужно решать проблему нервной системы. И естественно выделительной. Параллельно. Это все решается одновременно. Ожирение тоже признак того, что печень не работает полноценно. Потому что фактически печень запускает скорость обмена веществ. Если не хватает скорости, начинается накопление. Когда вы съедаете больше пищи, чем сможете сжечь в обмене веществ, естественно, остатки должны где-то накопиться. Единственное депо безразмерное практически, это жировая ткань. И нужно это все просто понимать. Когда токсин остается в кровеносном русле, ну там есть различные системы, да, там есть белковая система, есть белки альбумины, которые способны связывать токсины. Но их возможности тоже ограничены. Они тоже не беспредельны. И когда свободный токсин находится в кровеносном русле, есть две системы контроля, которые помогают этот токсин нейтрализовать. Если токсин связывается с эритроцитом, время жизни его сокращается, как вы понимаете. Старенький эритроцит не пробегает. 3-4 месяца, как он должен это сделать, он будет бегать меньше. И когда костный мозг не успевает вырабатывать новые эритроциты, появляется анемия. И догадайтесь с одной попытки, почему анемия практически женская проблема. По той простой причине, что печень тоже участвует в этом процессе, в очищении крови. Если печень плохо очищает кровь, то эритроциты будут жить меньше, разрушаться чаще, и анемия появится. Другая система тоже способна, она менее мощная, тоже способна связывать токсины. Это тромбоциты. Когда токсин связывается с тромбоцитом, тут немножко хуже ситуация, чем при анемии даже. Потому что в этом случае реагирует иммунная система. И нормальная иммунная система начинает атаковать ставший чужим тромбоцит. И бессмысленно стимулировать костный мозг, потому что таким путем вы в тромбоцитопении попадете только на ухудшение, вы на истощение костного мозга попадете, на пересадку его. Важно знать, как правильно очищать кровь. Я знаю, как это сделать и как вывести из анемии, из тромбоцитопении, путем очищения крови через работу всей той же печени. Потому что тромбоцитопения, ею болеют дети до полового созревания, и женщины на протяжении всей жизни, ну и мужчине в случае развития гепатита. Как вы понимаете, у детей до полового созревания просто печень работает по женскому типу. Половое созревание у мальчиков включилась работа печени по мужскому типу. И теперь мужчина, вернее мальчик может, или подросток, может накачать мышечную массу. До полового созревания он мог только потеть и с одышкой бегать по тренажерному залу. Мышцы все равно не накачаешь, потому что женская печень не дает такого сделать с организмом. А после этого, все, вся ситуация срабатывает. То есть печень может теперь работать. Но очищая активно кровь, мальчики в принципе после полового созревания спонтанно выходят из тромбоцитопения. И дальше до хорошего гепатита, до алкогольной интоксикации, которая убивает печень и переводит ее в состояние жирового гепатоза. А дальше он опять может вспомнить свое детство, вспомнить синячки на ногах, вспомнить синячки на теле, то есть кровотечение из десен. То есть эти ситуации легко и просто возвращаются, если вы не знаете, что делать с печенью. Что делать, скажу чуть раньше, чуть позже. Где еще проблема может быть? Все аутоиммунные заболевания, они все отражают ситуацию, когда в организме грязи много. Не может грязь выйти, токсины не могут выйти через естественную выделительную систему. А фильтров-то основных всего два. Печень и почки. Печень очищает на 70% кровь, почки на 20%. Если вы знаете, как эти системы работают, как их обеспечить, работай. Но не разводитесь на то, как просто выпить воды. Несколько видео, как пить правильную воду, есть на моем канале. Посмотрите. Там много интересной информации вы для себя найдете. Важно обеспечивать работу двух фильтров немножко иными путями, более физиологическими. Хороший индикатор слабой работы печени, темные круги под глазами. Больше того, это очень важный индикатор. Если вы утром проснулись, а темные круги под глазами у вас присутствуют, это говорит о том, что вы за ночь не восстановились. Вчерашний день был чрезмерно активен. И вам физический труд сегодня противопоказан. Нет, конечно, вы можете заниматься физической работой, имея темные круги под глазами. Вы должны понимать, что темные круги под глазами показывают высокую вязкость крови. А заставляя сердце перекачивать густую сметану, оно быстрее изнашивается, чем вы дадите ему возможность перекачивать разведенное магазинное молоко. Просто чем более густая среда, тем тяжелее насосу перекачивать эту среду. И вы должны это прекрасно понимать, что это тоже очень важный признак, который говорит вам, печень не самая лучшая, печенью нужно заняться. А почему нужно заняться? Почему важно знать условия работы печени? Ну, вы знаете, я вам две цифры только скажу, чтобы вы понимали, насколько важна печень. Одну вы уже слышали. От работы печени на 70% зависит очищение вашего организма. От работы печени на 100% зависит система питания вашего организма. потому что вложенные продукты питания в полость рта и проглоченные и усвоенные на уровне клеток белки, жиры, углеводы, витамины, макро, микроэлементы, биологически активные вещества, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Потому что пища должна не просто попасть в рот, вы должны правильно обработать, она должна перевариться в пищеварительной системе, дальше попасть на ревизию печени, и только после этого то, что вы съели, может добраться до клеток и участвовать там в активном обмене веществ. И в этом процессе печень принимает громадное значение. Но вы знаете, есть один маленький нюанс. Сейчас я плавно перехожу к тому, что делать. Да, что важно печени? Это режим питания. Безусловно, это первое, что нужно печени, чтобы она оптимально работала. И физиологи знают, что для того, чтобы печень работала хорошо, нужен режим питания в среднем 4-5 раз в день. При этом мужчины могут питаться 4 раза в день, женщинам лучше 5. Опять-таки, слабая печень диктует это. Второе, что важно, это рацион питания. Безусловно, астрономический мусор нужно убрать. Если вы думаете о том, чтобы помочь работать печени и обеспечить свой организм правильным питанием, то вовсе не обязательно засыпать в него непонятного происхождения продукты питания с ароматизаторами, красителями, разрыхлителями, усилителями вкуса и другой прочей гадостью, которая только нарушает работу печени и не дает печени полноценно работать. Что еще очень важно, это наличие жиров в каждом приеме пищи. Всего 1 чайная ложка или 5 грамм жира обеспечивает сброс желчи и печень при этом великолепно работает. Если же вы кушаете не такими особенностями, то есть у вас нет жиров в пище, вы провоцируете застой желчи, особенно это опасно для женщин, потому что имея исходно более частое развитие дискинезии желчного пузыря, то есть застой желчи уже по природе есть, плюс убрали жиры, вы усилили застой желчи и получаем чисто женский диагноз желчекаменную болезнь или калькулезный холецистит. Называйте как хотите, но частота развития камней в желчном пузыре у женщин примерно в 4 раза чаще, чем у мужчин. И вы понимаете почему? Просто слабая печень, слабый желчный пузырь в дискинезии результат налицо. Но когда образовались камни, вы должны понимать, что не просто был застой желчи, а желчь не могла переносить в организм витамина. А это зрение, это онкология, это кардиология, это иммунитет, витамин Е, это ко всему вышеперечисленному ну, во всяком случае психологии и кардиологии. Еще и добавка снижения половой функции. Витамин Д тоже жирорастворим. А это кальций, это артрозы, остеопороз. Это достаточно серьезная проблема. Поэтому жиры должны быть в пище. Наряду с режимом питания. Учитывая то, что живут люди чаще всего не в самых лучших экологических условиях, вы должны понимать, что клетчатка должна быть в пище. И это правильно, потому что это сорбент, который позволяет выводить токсины из вашего организма, а не накапливать его в разных зонах. Потому что накопление токсина в различных органах и тканях это острые, это хронические воспалительные процессы, это постепенное снижение активности до дистрофии органов и до снижения возможностей вашего организма. Также очень важно, чтобы пища была вкусная. Потому что если пища вкусная, она переварится легко. Во-первых, вам приятнее ее кушать, вы находитесь в зоне эмоционального комфорта, но эта пища полноценно переварится вами, а не бактериями, которые живут в кишечнике. И это важно понимать, вкус диктуете себе сами, сами выбираете пряности, специи, которые вы используете, для того, чтобы пища была вкусной и хорошо усваивалась. Также очень важно оптимальное движение. Знаете, для того, чтобы переварилась пища, помните, раньше в времени нужно походить. Когда вы ходите, активируется кровообращение, улучшается работа системы пищеварения, работа печени, разносятся лучше питательные вещества к клеткам и все прекрасно. Но во всей этой ситуации есть одна пакостная вещь. Это стресс. Как только вы не знаете, как управлять своим мозгом, все, что я говорил, для вас не имеет никакого значения. Стресс поставит большой жирный крест на всех усилиях, которые вы производите. И особенно это важно для женщин. Потому что женский мозг, он работает немножко по-другому. Он работает немножко в других условиях. Ему больше нужно питательных веществ. И тяжелее. Вы знаете, когда я был в интернатуре, у нас в истории болезни женских находил такой диагноз. Перечень диагнозов шел, и в конце стояли четыре буквы. если вы видите ФССГ. Вы знаете, я тогда перелопатил кучу литературы. Я не мог найти, что же это за синдром такой. Почему старшие наши учителя писали его в основном женщинам. У некоторых он оставлялся во время всего курса лечения. У некоторых он исчезал в процессе. Но этот диагноз он фактически стоял у многих женщин. Я сейчас понимаю почему. Потому что у вас просто слабая печень. Этот диагноз относился к активности мозга. И понятно, если буква женщина супер. Но тут было не просто супер. Буква Г это грандиозно. В принципе как бы расшифровывался синдром хорошо. Но вы знаете вот эта пакостная буква С она портила всю картину. Потому что эта буква она фактически оценивала состояние женщины. Да, состояние ее мозга, который был голодный. Который не был обеспечен теми полезными питаниями веществами, которые он должен получать. И мозг шалил. Я потом понял в чем прикол, в чем суть. Потому что вот эта буква С расшифровывается стервозом. Фемина стервоза супер грандиоза. То есть вы понимаете что ну это достаточно жесткая была оценка состояния мозга женщин. Но она была объективна. То есть если мы мозг обеспечиваем полноценно питательными веществами мозг работает оптимально. Если мы не обеспечиваем мозг полноценно питательными веществами но не имеет права он работать оптимально. Больше того вы знаете я когда-то написал такую книжку здоровье женщины в нездоровом мире. Вы знаете достаточно толстая книжка больше 500 страниц формат вы видите большой очень тяжело женщине жить в этих условиях очень тяжело обеспечить оптимальный обмен веществ очень тяжело фактически обеспечить мозг всем полезным по той простой причине потому что печень женская чуть позже написал знаете книжка более емкая более полезная чем вот такая громадный фолиан потому что я увидел причину слабая женская печень особенно если вот эта зелененькая клубничка желчный пузырь барахлит вся система нарушается и не может мозг получить полноценно те питательные вещества которые он должен получить он просто не имеет такой возможности потому что женская печень не может это обеспечить больше того у женщины есть один синдром одна особенность скажем так из-за которой работа женщины еще больше степени осложняется а тем более работа ее мозга это менструальный цикл с 12 до 50 лет каждая женщина подвержена этому циклу да это связано с деторождением но вне беременности когда есть этот цикл то от месячных до средины между месячными то есть до овуляции фактически идет питание женского организма как только произошла овуляция у женщины резко меняется гормональный фон потому что потенциально вышедшая яйцеклетка может стрелиться со сперматозоидом то есть может развиваться новый плод и все питательные вещества должны идти в сторону к матке то есть кормить будущего ребенка и вот здесь мозг попадая в такую ситуацию когда питательные вещества ушли может шалить и появляется первично чисто женский синдром называется ПМС или предменструальный синдром то есть когда перед менструацией несколько дней у кого-то из женщин это две недели у кого-то из женщин предменструальный синдром просто растягивается только месячные как бы не подвержены ему а все остальное время женщина находится в таком состоянии и у нее вот этот синдром в полный рост постоянно присутствует потому что все зависит от того насколько женщина понимает какое правильное питание она должна обеспечить себе и какое питание она должна обеспечить своему мозгу своему организму вот тогда организм получая все что ему необходимо он работает в оптимальных условиях если же не получает все что ему необходимо ну естественно условия оптимально не будет и фемина стервоза супер грандиоза в полный рост и на протяжении всей жизни И женский ПМС первично превращается в мужской ПМС, который реализуется на рыбалке, на охоте. Хуже вариант, если с другой женщиной, у которой лучше работает печень, у которой лучше мост обеспечен питательными веществами, у нее больше светлых промежутков между такими приступами агрессии. Агрессии, когда мост не получит питательные вещества, требует дай. А что дай, никто не знает. Потому что мост не говорит, не хватает магния, или калия не хватает, или кальция. Можно просто что-то нужно. И это что-то, если вы не удовлетворили, возникает ситуация. Ну, более подробно вы можете найти на моем канале видео «Консультация врача-диетолога». Там я более подробно расписываю, что нужно делать, как нужно правильно поступать, как обеспечить оптимальные условия для работы организма и для работы, в принципе, системы. А самое главное, для работы печени. Потому что, если вы не знаете, как питаться на протяжении жизни, женщина, в принципе, вредит себе. Если женщина не знает, как питаться перед беременностью, возникает другая ситуация. Она не может полноценно помочь развиться плоду. То есть, она фактически рождает заведомо больного ребенка. И развитие патологии беременности очень легко и просто. Вы знаете, я однажды общался с женщинами, у которых развивались уродства плода. Я увидел, что во время беременности, в разные периоды, у них возникали жесткие стрессовые ситуации. Когда плод не мог получать полноценные питательные вещества, и тот орган, который в этот момент развивался, появлялись уродства. То есть, уродство это не просто так, не где-то, откуда-то что-то попало. Все четко объяснимо. Женщина попадает в состояние стресса, у него возникает проблема. Конечно, можно усилить активность мозга, изменить эту ситуацию фитопрепаратами. Конечно, оно, конечно, можно. Но! Вы знаете, не все фитопрепараты одинаково вредны. Некоторые очень вредны. Я не знаю ни одной травки, которая бы при определенных условиях не могла бы навредить человеку. Поэтому тут важно понимать, что ускорять систему фитопрепаратами, давить каким-то образом мозг или наоборот его активировать, ну, не имеет никакого смысла, потому что так можно попасть еще на большую проблему. Когда мозг попал в состояние депрессии, он не активен, а мы его разгоняем до того уровня, который нам нужен, истощаются те скудные запасы, которые в этот момент есть, и мозг попадает еще больше в депрессию. Можно даже в психиатрию попасть. Поэтому так делать не стоит. Антидепрессанты – это не лечение депрессии. Это способ сохранить проблему. Поэтому вы должны это понимать. И условия, которые нужны для правильной работы организма, для правильного развития, для правильного питания мозга, их нужно соблюдать, их нужно учитывать. Эти условия не такие сложные. Но нужно их делать и желательно делать регулярно. Потому что если эти ситуации у вас где-то не проходят, понятно, что любые проблемы, они могут быть. И если вы понимаете, что различные ситуации нужны именно сегодня, что женское бесплодие, кстати, как и мужское бесплодие, легко устранимо через правильное питание, через очищение организма, потому что бесплодие это возникает из-за чего? Из-за того, что в организме куча токсических веществ, которые женщина не знает, как избавиться от них. Старый организм тормозится обмен веществ и выключается репродуктивная функция. И можно вернуть репродуктивную функцию женщине, очистив ее организм, правильно очистив ее организм. Поэтому очень важно понимать, что укреплять здоровье, сохранять здоровье, можно легко, можно простыми действиями, нужно просто понимать, что если у вас обеспечено правильное питание, и правильная активность мозга позволяет вам не блокировать эту систему, вы будете жить долго и счастливо. Если же нет, если же вы не знаете, как обеспечить правильное питание, и игнорируете те малые признаки нарушения работы печени, о которых я уже сказал, вы рискуете тем, что малые признаки постепенно превращаются в большие признаки, печень начинает барахлить реально, и возникают различные ситуации. Причем, когда у вас есть малые признаки нарушения работы печени, анализы чаще всего спокойны. Ведь в анализах ты ищешь что? Чаще всего острый гепатит, острую проблему с печенью. А вот эти малые признаки, ну кого они волнуют? Разве что косметолога, разве что врача-невропатолога, астроэнтероста с этими проблемами в принципе не пытается бороться. Поэтому вы должны понимать, что жизнь и здоровье женщины напрямую зависит от системы питания. И если вы хотите более подробно узнать о каких-то ситуациях, которые я перечислил, напишите свои вопросы в комментариях под видео. Я постараюсь на них ответить и со временем писать и такие видео. Если вам это видео понравилось, не забудьте поставить лайк, не забудьте отправить это видео своим друзьям, знакомым. Потому что, вы знаете, напомню еще раз, предупрежден, вооружен. Если вы понимаете, что малые признаки нарушения работы печени могут со временем перерасти в большие проблемы для вашего здоровья, то лучше решать ситуацию заблаговременно, лучше решать на ранних стадиях, чем допустить чрезмерное развитие этой ситуации. Тем более, что очень частый признак нарушения работы печени – это темные круги под глазами и это ВСД. Это очень жесткая ситуация, не понимая которую, поставив свой организм еще в один стрессовый фактор, все очень плохо может закончиться. В лучшем случае – просто обморок. В худшем случае – нарушением критическим работы сердца и сосудов. Чего вам не желаю, а желаю вам, как всегда, крепкого здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!